А! А мы в эфире! Боже мой! Под этот веселый гомон! Мы уже неожиданно прорвались в эфир Радио Болтком. Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте! В студии Элеонора Розуевна! И дядя Миша Михаил Губин! Очень приятно выйти снова на эту волну, особенно, конечно, в такой кампании. Долгожданнейшая встреча, надеюсь, сейчас произойдет у наших слушателей. Замечательным, безусловно, человеком с известным российским телеведущим, шоуменом, сценаристом и предпринимателем, о чем мы тоже поговорим позже. Ах, что вы смеетесь, дорогой Александр Гудков! Здравствуйте! Здравствуйте! Вас, наверное, также узнали по этому смеху. А, ну вот по мерзкому. К темному, я бы сказал. Кстати, у нас в студии телефон-то есть? Конечно! Два! Да? Да! Может, вы сносовете их номера? Телефон спасения? От мерзкого голоса? Вот, так что вот, пока будем вспоминать номера наших телефонов, можете общаться на портале Микс Юстер. Да, в видеочате. Более того, окошко видеотрансляции работает. А, то есть в прямом эфире мы еще делаем. Со всех камер вашу плащенную стать транслируют с разных точек. Да, ну, собственно, мы это собрали. С чему мы обязаны приятностью этой встречи? Тем, что сегодня в Рижском доме конгрессов состоится главное мероприятие. Кубок мэра по КВН, Лига Рига и в связи с этим... Мэра Риги, что важно? Мэра Риги, безусловно, да? В Риге кубок мэра Риги. Все логично в КВН-то в нашем. И, господи, руководитель латвийского КВН Александр Сулимов тоже заглянул в нашу студию. Может быть, чуть отсрочим встречу с кумиром. Да ладно, ладно. Значит, Александр, сориентируйте нас, пожалуйста. Можно ли еще купить билеты, попасть куда и что будет происходить сегодня в 7 вечера? Можно в последний момент еще купить билеты. Их, правда, осталось очень и очень мало. Так что, если хотите, то поторопитесь. Но я вот смотрел только что в Билишу-сервис. Немножко билетов еще есть. На балконе мы слышали еще. На балконе, по-моему, уже нет как раз. А в зале чуть-чуть осталось. И на балткоме. Жал, ты небольшой там, так что спешите. Зал, да, 1100, по-моему. Кубок мэра. Это что такое за мероприятие? Это мероприятие уже традиционное. Мероприятие. Происходит уже шестой раз подряд оно. И, в принципе, каждый год очень хорошие команды. Очень хороший КВН. И в этом году будут и команды высшей лиги, сборная физтеха долгопрудная, лучшие друзья. Минск будут ребята из высшей школы экономики. Это премьер-лига, московская команда. Тоже очень приятная. Будет по географии тоже все очень интересно. У нас Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Латвия и Эстония. Да, теория, мы вспомнили номера наших телефонов. 67-212-93-9. И 67-213-93-9. Кто-то уже настойчиво звонит нашу студию, возможно, задать вопрос. Да, потому что же вот еще повод, почему стоит прийти на следующий мероприятие, потому что ведущим на нем будет как раз на сегодняшний гость. Как приятно, Александр. Но главное, что приедет команда из Израиля. С названием Крапива, я уверен. Крапива, понимаете? Не то, что она приедет, она уже приехала. Всех обожжет своим юмором. Они что-то, да, по всему. Своим юморическим юмором. Да, у всех будет волдырье. В сыпь в форме слова шутка. Мы так рады, что вы в хорошей форме. С виду еще выиграете, вы похожи на выспавшегося человека. Слава богу. Как, вы скажете, при вашей безусловной востребованности и популярности вообще находите время отработать долги молодости карточной и поучаствовать? Так, а дружба? Почему? Напротив, все это человеку, который именно ради него я сюда и еду. Да, надо сказать, что Саша же был ведущим самого первого Кубка Мэра тоже в Риге. Вы стояли у истоков. С Наташей Медведевой. Это был просто фурор. Потом не удалось. Потом четыре пропустил и вернулся к шестому. Вот, так что... Вы будете ведущей прямо вот всего мероприятия? Ведущей-ведущей. И могу ведущим, и ведущей могу быть. То есть Типа Маслякова. Ну нет, ну куда же Типа-то? Типа нельзя говорить про Александра Васильевича. Можно говорить просто ведущим. Ну кем приятнее быть КВНщиком, подконтрольным, так сказать. В зависимом от баллов жюри или ведущим, где вы можете отпускать какие-то шуточки, издеваться, может быть, на более низкоранговыми юмористами. Только наш гость раньше мог отпускать шуточки. Низкоранговыми КВНщиком. Не знаю, как бы, ну... Мне приятно. Мне приятно, что меня приглашают. Мне приятно всегда приезжать в Ригу. Здесь у меня куча друзей. И вообще замечательное времяпредпровождение. Я вообще считаю, что отдых, смена рабочего места, даже если посуду помыть, например, это тоже некий отдых. А вот сюда приехать-то вообще за радостью. А вы из тех, кто моет посуду? Конечно. С этими ручками? Да. Что ж, у вас нет посудомоточная машина, что ли? Нету. Я ее отпустил, у нее выходной. А мэр-то будет вот с... Мэр обязательно. А мэр будет в жюри или так просто? А вот тут еще не знаю, потому что он на самом деле обычно... Жюри говорит так, что я вручаю непосредственно кубок мэра. Это главный приз на это мероприятие. То есть он есть фактически как кубок, да? Да, конечно. И есть малый кубок мэра. А помимо этого есть еще какое-то количество различных призов. То есть первая, вторая премия, третья премия, там специальные призы, различные приз от редакторов. И вот мэр наш как раз, он не хочет оказывать давление на жюри. То есть у него, возможно, есть какие-то свои фавориты, да? Но он, как правило, немножко от этого дистанцируется. То есть он вручает вот главный приз, а остальное тоже есть коллективное мнение, которое выбирают те, кто получит заветные вот эти вот статуэточки. Но ковальчик все равно не будет про него шутить. Опять будет шутить, что река похожа на Египет? Возможно. Но как бы на самом деле... Объяснительный смысл этой шутки. Здесь тоже все от Нила зависит. А, так. Ну тогда, да, такое я знаю. Нет, естественно, многие команды... Ну то, что многие. Все команды редакторам приносят очень много шуток про нашего мэра, потому что это кубок у Нилы Ушакова, но дело в том, что редакторы стараются как-то тоже. Если у нас на Кубке мэра будут только шутки про мэра, наверное, это будет не очень интересно, поэтому остаются какие-то лучшие, но... Но будут. Будут, естественно, будут. Но надеемся, что они порадуют и зрителей, и самого мэра. Но вообще такие шутки, это же как дергать дьявола за усы, они же могут быть опасны. Вот скажите, Саша, помогают ли или могут навредить, по-вашему, такие шутки, если вот командчики, как часто с Александром Васильевичем, заигрывали... Уж вы-то уж найдете самого... Уж вы-то уж найдете самого голоса. У него не только голоса, у него и борода, и волосы еще есть. Помогало ли вам это или вредило в вашей карьере, как вам кажется, сейчас? Да, я думаю, что нет, наоборот. Как бы, если... Вот для этого считают редакторы во всех этих КВНовских структурах, и в высшей лиге, и в лиге Рига. Привет Лёше и Юриям, можно передать им. Они прекрасные люди. Они, кстати, сейчас, когда мы на радио, они работают. Вот так, вот туда. Да, Юра, Лёша, привет! Вы, друзья, генеральная репетиция происходит в данный момент. Ну, короче, редакторы плохого не оставят. Если они считают, что эта шутка какая-то недостойна того, что она произнестись относительно этого человека, ну, ее не будет в эфире. А если они считают, что это остроумно, смешно, смело, экстравагантно, я не знаю, куда уже кренить свои прилагательные, то она останется, я думаю, что, ну, все возможно сказать. Главное, чтобы было оправдание. Ну что, давайте Гудкова спрашивать. Давайте спрашивать. Всякое. Я знаю, вы все ночью спали, вы смотрели шоу Урганта. О, да. На Ютубе. Конечно, конечно, потрясающе. Вам не есть что спрашивать. У меня масса вопросов, хотя у меня почему-то в голове крутится в первую очередь вопрос, который я откладывала как-то на потом, думав про вопрос задан, вдруг это про туфли. А я думал, евреи ли вы? Нет, у меня нет еврейских корней. Ямар-2. Это вам только, только вам идет, Александр. Ну, давайте действительно по порядку. Сейчас вы трудитесь на первом канале в Урганте, все еще в вечернем Урганте. В вечернем Урганте, да, как сценарист. Вам, может быть, не так часто, как хотелось бы мы вас видим на экране, но видите, что регулярно. Это слава богу. Я-то вообще доволен. Не часто, не часто. Не-не-не, это все, мне это вообще за радость. Лучше придумать, мне кажется, и чтобы кто-то у него оплатил. А что делал сценарист Урганта? Какую часть он, собственно, у нас? Так все, придумаем, у нас там 11 человек, мы каждый день работаем, это уж другие люди, у нас там вообще целый штат, мы каждый день снимаем передачу, каждый день она выходит в эфир свеженькая, горяченькая, как пирожок, с пылу и жару. В 5 часов вечера снимаем, и уже потом в 6 вечера она идет на территорию России, туда дальше, это на Западную Сибирь, потом чуть-чуть монтируется на Урал, и уже к Москве она приходит, такая чуть-чуть купированная, чистенькая, без всяких там браков по звуку или оговорок. То есть шутер на Дальнем Востоке везет больше всего? Они смотрят передачу с задержкой днем, на день, короче. Они смотрят самую чистую передачу с задержкой на день. Но ежедневное шоу, это получается каждый день в таком же напряжении. Да, каждый день в напряжении, это держит в невероятном тонусе, и поэтому, когда Саша позвонил, говорит, есть возможность приехать в Ригу, я говорю, с удовольствием, я хочу смотаться. Как же без вас там, да. Да ладно, суббота воскресенья, он стал молодым папой, еще раз вашу, поздравляю, Вань, тебя. Да, присоединяемся. Что, все отдыхают суббота воскресенья, только, видимо, не я. Царит ли атмосфера любви, легкости, взаимопонимания, как мы видим в кадре на экране, за кулисами шоу, или может все друг друга ненавидят? Нет. Органт ходит с нагайкой, хлещет. Это дело в том, что, не знаю, видимо, мне повезло в каком-то, не то что, нереально повезло, потому что я работал в двух проектах, где нет никакого соперничества, есть тут просто одна гигантская цель, мы все работаем в одном большом коллективе. Я бы, может быть, не работал в других программах, ну, или даже работал, но я оттуда уходил, где царит какая-то, может, атмосфера какой-то некой зависти, там, что-то в этом роде. Но в передаче «Вечерний ургант» и «Девчонки с Камеди Вумен» это одна большая семья. А Камеди Вумен вы тоже сценарист? Да. И все еще остаетесь? И выходите на сценарист? 2 октября мы выходим с новым сезоном, не знаю, будут показывать, а, будут показывать, да. А вы выходите на сценарист в ролях там каких-нибудь незадачных любовников, там, и прочее? Не только, в основном это извращенцы, либо какие-то старики, похотливые, учителя, что у меня еще инопланетяне, похотливые, все, вы, конечно, с похоти связаны. Номер про инопланетяне, но такое волнующего часто пересмотрю. И тут пригодится мой вопрос про туфли. Так. Очень нравятся мне туфли Александра, которые, вот, в частности, Камеди Вумен, он демонстрирует, конечно, великолепно. Это что за туфли? На каблуках. Это Катя скульптем. Катюша, твои туфли. Действительно ли? Такого размера? Невежливого, Миша. Я могу сказать. Ну, в общем, у нас у Кати, скажем, сколько? Один размер ноги. А, значит, и я могу носить ваши туфли. Можете. Ну, кстати, звук режиссер сердится, требует какую-то рекламу от нас. Обсудим туфли во время рекламы. Не переключайтесь. Реклама! По-прежнему в нашей студии находится Александр Гудков и еще Александр Сулимов, руководитель латвийского КВНа, а тот Александр, который Гудков, конечно, всем известен как шоумен эксцентричный. Вы же эксцентричный все еще, скажите? Ох, ну, пока, видимо, запал не ссяк, наверное. Ну, слово эксцентричное мне как-то по душе. Да? Да. Слово шоумен такое, ну, оно какое-то обязывающее. Ходить в пайетках такой, всегда какой-то папкой. Такой шоумен, мне кажется, ведущий каких-то мероприятий больших. А я такой особо не люблю это дело. И когда меня заказывают как ведущего, заказывают такой сразу. Да-да. Телефончик сразу. Ну, я вообще отказываюсь от всего этого. Ну, не мое это дело. Пожалуй, у вас на всякие корпоративы вести, да? Зовут, но это, видимо, слишком дорого, либо бесплатно. Ну, конечно. Либо вот по дружбе. Вам трудно-то теперь. Вы уже достигли, мне кажется, всех возможных высот на телевидении. А что? Выполнил всю программу. В новогоднем шоу, в оливье шоу вы уже выступили. Еще, уже несколько лет. Был же шок. Все помним, неизгладимо, да. У Урганта вечернее шоу ежедневное видеть. А к чему вообще Александр стремится теперь? Познера потеснить. Вот есть ли какая-то задача, цель, сверхзадача, амбиция? Никакой, цель задачи по телевидению никакого нет. Есть просто хорошо и правильно выполняет свою работу, которая поставлена сейчас и в всю секунду. Вот. Пока так. Пока так. Что, в какой-то собственной проект я отсюда и не думал. А вам Урган дает какие-то задания вот в том направлении писать сценарий? Да, и вы так и пишите. Так нет, мы, Ваня приходит, ну, как бы, там, в общем, мы ему пихаем все, что додумали до двух часов дня. Он сидит отсчитывает, говорит, что кто-то будет, кто-то не будет. А потом все вместе, конгримент, гигантским столом, там, гигантской компанией нашей, отсекаем, отсекаем и остается самый... Ну, он главный, вот с своего слова решающий. Естественно. Передачу называют «Лечерний Урган», без него бы ничего не было. Телефоны, Мишечка, в студии обещали принимать звонки. Давайте еще раз точно назовем номера. 6,7, 212, 93, 9. 6,7, 213, 93, 9. Что, поступает? Кстати, у вас видеочать не включено. Может, там люди пишут вообще, надрывается, а вы даже и не видите. Да, сейчас на портале Mix News LV мы откроем окошечко, где, кстати, наших красивых гостей хорошо видно с разных сторон. Но, действительно, не тяжело ли вам, скажите, уже, Александр, годы-то идут, вы, конечно, все еще молоды и свежи. Приходили, когда вы к нам несколько лет тому назад... Было гораздо лучше выглядело. Нет, нет, что вы только лучше, безусловно, станете с годами. Но, тем не менее, тогда вот вы еще были задорный начинающий каванчик. Сейчас, как бы вы не чурались, слово шоумен, вы уже мэтр, достигший высот. Как сказать, не трудно ли вам, не делайте ли вам... Нести эту тяжесть. Нести эту тяжесть. Торчите себя дурачкам, когда год мудрость, да, блин, и все такое. Да, когда уже 32, да. Ах, боже мой, кто же считает? Да, что-то как-то нет. Как-то вообще не задумывался об этом. Ну, мне кажется, я не несу на своих плечах бремя какого-то клоуна, не знаю. И не хотел никогда этого делать. Ну, не задумывался. Ну, наверное, все-таки от вас ждут каких-то шуток, чтобы будете шутить, хохмить. Ну, ждут. И не дождутся, наверное. Ну, я думаю, что все... Король импровизации всегда что-то всплывает. И всегда очень весело, когда ничего не запланировано. А на органте много вообще импровизации? 70%. Да, и в кадр попадает, да? Правда, правда. У нас есть определенная какая-то там рыба, мясо, которое должен сказать Иван или Митька Крусталев, Алла, что-то в общем. А остальное все это срастается, потому что смешнее и органичнее получается тогда, когда человек не знает ничего. И тогда это получается 100%. На самом деле камера такая штука, которую трудно обмануть. Сразу видно, ну, как бы, может быть, с вами сейчас мы разговариваем так, может, я лукавляю, а вы не замечаете. А на камеру это будет видно, если я буду переигрывать. Мы потом пересмотрим. Да, да, мы там в камере посмотрите. Ну, это действительно, так как у нас была в гостях Лена Летучая, такая передача, как ревизор, идет на... Я думаю, что... Нет? Ну, я смотрю. Да, ревизор. Я думаю, действительно, такой термин, как камера раздевает человека полностью. В общем, ну, перед камерой сразу видно, насколько человек... Ну, нельзя играть. Когда искренне, когда живая реакция, это... А вот это замечательная девушка, которая вас в шоу-бизнесе обозревает. Не жаль, вот это ей тоже пишут сценарии. Или не соборно это все придумали? Ну, я думаю, что Алла придет на место мое, она с Ульбомой придет, она будет в Риге, я уверен. Она часто сюда заезжает. И вы у нее спросите. Она вам талантливая? Она прекрасная. Очень. Мы очень фанатиром также, конечно, ее персонажи и образ. А музыкальная, скажите, вот эта вот музыкальная страничка. Нет, ваша... А, мы сказали, студия Гудкова есть. Студия Гудкова, да-да-да, простите. Это ваша инициатива какая-то, вы придумаете. У нас, опять же, компания наших авторов. Всем привет, быстрым лисам. Это Вадик, это Гриша. С ними сидим, думаем, думаем, думаем. Потом приходим к какому-то концерту, ищем звезду. Это самое тяжелое, то есть вообще очень тяжело уговорить какую-либо нашу поп-звезду на какой-то самоироничный компромисс с самим собой, потому что очень мало людей, которые могут посмеяться. Очень, в общем, в нашем шоу-бизнесе, я не знаю почему, вот не знаю почему, так сложилось, что очень мало людей, которые готовы посмеяться над собой. То есть отказываются бывать? Вот люди приходят, не хочу сравнивать, в общем, заграничные звезды, которые приходят к передаче в Терниурган, ну, мега раскрепощенные, готовые пойти на любую глупость, перевернуть там, не знаю, стаканчик, вылить воду. Наши же говорят, что, ну, в общем, не хочу. Шуфутинский моби у вас перепел великолепно, конечно, спасибо вам. Трудно ли далось, да? Нет, не трудно, Михаил Захарович сразу пошел на... Для этого был, у меня было приятное откровение, когда Михаил Захарович согласился, у него были сомнения в том, что он не сможет вытянуть эту песню, а когда он пришел в студию, и у него все получилось, он загорелся, был такой флерт немного добра. Ну, возможно, потому что он в США жил длительно. У него западное решение. Но человек не чуждый, опять же, повторюсь, в самой иронии, он был готов на все, и вообще, я люблю, когда человек отдается, он пришел, говорите, что я буду делать, я все сделаю. И мы... О, давай, давай, давай. Потому что есть такие звезды, которые просто говорят, нет, ни в какую. Конечно, 100%, да, это 90% таких. Но как вам удалось в одном из вот свежих выпусков, чуть ли не в последнем, по-моему, в крайнем... Да, в пятницу, вчера был. Такой, да, знаменитый... Лук-лучок. Лук-лучок, камер, великолепный, All Stars, да, вот с наслаждением пересмотреть, там же уйма просто прорва этих звезд. Как удалось вообще их собрать? Ну, вот это друзья, это по знакомым собрали, Ваня лично обзванивал, и никто не отказал, кому он предложил, все собрались. То есть на студии у Игоря Матвиенко, у Игоря Матвиенко написал слова, и все поддержали эту идею, спеть эту песню. Наверное, никто не понимает, про что я говорю. Ну, посмотрите, чернёжно, всё, видите, это главный хит нашей осени. Да, да, да. И действительно, мужчине этому подключат газ, да? Это правда, да. Как сообщили. Ну, действительно, там Иван выходил на каких-то высокопоставленных дядечек из «Газпрома». И действительно, в планах газификации этого посёлка. Это какой-то долух. Это какой-то, не знаю, мы сделали какое-то невероятное добро, мне кажется. Да, у вас огромная социальная функция получается. Да, 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 да. Уже немножко перешагнули пару какого-то развлекательного шоу, стали уже такое, какое-то про... Не знаю, как это объяснить, какое-то уже всероссийского масштаба такое шоу стало. Главное, теперь будет писать письма, ещё больше просить что-то. Да, как мы, пусть говорят, все будут обращаться. И так, наверное, пусть говорят, превратимся. Так, наверное, тоже пишут же письма. Пишут очень много. Дело в том, что в наш 21 век можно, в принципе, писать электронные письма и писать смс, где надо что-то звонить. Пишут письма, люди приходят странные, есть в основном вообще чудные, очень смешные письма. Мы все читаем, так что это всё. Некоторые выходят в эфир, у нас есть рубрика, там мы зачитываем смешные письма. Там есть невероятная бабуля, которая постоянно спичит нам стихами. И мы её очень, она нас веселит, и мы её постоянно цитируем. Мега. Не помните какую-нибудь строчечку удачную, может быть? Она предлагала название передачи поменять. Вечерний урганток, вечерний ургантокоток. Вот так вот, что-то там. А может, урганток вечерний, а вечерний урганток не вечерний. Вот так вот, что-то там она просто бросалась рифмами. Слушайте, ну, это потрясающе. Зрители нашей камеры, независимо друг от друга, два целых, по-моему, а нет, один человек, но дважды задал вопрос, очень настойчивый. Александр, как поживает ваша кошка? Почему так редко выкладываете её в Инстаграм? Спросите Гудкова о кошке, которая у него живёт, настаивает Александр. Прошу. Да, и она до сих пор жива. Я под столом. Да. Саша весь в шерсти сидит здесь. Ну, жива, моя гнида, всё в порядке. Это её имя, да? Да, кошка зовут Гнида. Ну, она по натуре Гнида. Ну, как бы вот кошка, которая мерзкая. В хорошем смысле. Хороший, безусловно. Мерзкая, рыжая Гнида. Ну, она как котёночек, такая, ну, сколько, четвери, пятый год уже ей. Всё в порядке. Где хочет, как хорошо быть кисой, хорошо собакой, где хочу посикой, где хочу покакой. Вот, это её жизненная кредо. Она может это сделать, ну, назло, может сделать по-добру, а может сделать и просто, как бы сказать, welcome. Когда человек приходит, и сделать это в обувь, либо, ну, чуть ли не на карман. Ну, может, она даёт понять, что обижается на папу, на вас, что вы мало с ней бываете, играете недостаточно. Это 100% так, потому что, когда долго нету дома, и когда приезжаешь, она вот выходит из какого-то там своего ящика, очередного распотрошённого. И вот, типа, первые часа сама меня не узнаёт, обиженная ходит. Потом я нахожу следы обид, начинаю убираться, и она всё, приходит, всё, я вернулась, я твоя. Она спит на вашей груди, как мечтают миллионы. Это? Да. Кошки ложатся на больной, а в основном на голове. Поступают для нам звонки. Мы в данный момент нет, поэтому приглашаем как раз сейчас, у нас есть обе линии, открыта возможность принять звонки. Две, шесть, ох, споди, шестьдесят семь двести двенадцать девятьдесят три и девять, шестьдесят семь двести тринадцать девятьдесят девятьдесят три и девять. Также пишите в окошко часика на Mix News LV. Comedy Woman. Да, да. Всё или ещё процветает? Конечно, да. Да, 2 октября у нас выходит новый сезон, мы почти год, у нас не будет перерыв, мы все там, в общем, в декретах, у нас куча всего. Кто отражался, если можно спросить? Ну, и пока ещё нет. Вообще все, просто на сносях. Вы всё увидите. Вообще не мешает? А? Не мешает это у нас? Танцевать, скажем? Ну, это, конечно, не танцует, но всё органично, всё вливается, всё придумывается, если уж всё надо в жизни уже. А Мерзи Хрусталев совмещает, да, тогда получается? Димка уже не совмещает, Димка у нас только в Вечернем Урганте остался. А у нас там у нет, а кто ведущий сейчас? У нас нет ведущего сейчас, у нас... Поменялась. Да, поменялась концепция. Ушёл нас Димка, все образы правления взяла наш художественный руководитель Наталья Андреевна, вот, Еприкян. Не удивительно, кстати, что Хрусталев пошёл, до него там постоянно издевались, над его лысиной, над всем, да. Ну, а в Вечернем Урге-то вообще издевается. А, кстати, да, в Вечернем Урге-то издевается? На Лысиной? Конечно, это же вообще-то, как бы сказать, это бездонная шахта с углём, как вот можно добывать полезное скопаемое, так можно шутки про лысину Димки Хрусталёву. Они неисчерпаемы. А когда-то он Путина изображал на стене? Когда-то, да. Он сейчас иногда может изобразить на кем-нибудь личном сабанточке. Нет, не отдай их. И Ленина. Он очень на Ленина похож, да. Я помню, был невероятно смешной клип, мы сняли в Вечернем Урганту, к дню рождения Ленина, и его не показали. По каким-то причинам, потому что мы издеваемся над Икропской, там было, там было смешное, всегда по фаблоу клипа было то, что Надежда Константиновна была очень крупной женщиной, и там всегда были в кадре только её гигантские волосатые руки, она таскала Ленина и пела вот таким голосом. «Вова мой, может, вождь мой милый вождь». Да, замечательно. При этом с каждым великим человеком часто стоит крупная женщина, хочу сказать. Сними. А с Кулкиной, между прочим, похудела Маша Ломлиной. Безумно. Из её Фейсбука мы подсмотрели фотографии. Да, это делал. Катюшка просто пушинка. От хорошей жизни, скажите, да, ну вот невероятная перемена, просто модель худосочная. Ну, все следят за собой, и Катя тоже начала жёстко заниматься фитнесом, правильно питаться. Молодец, выглядит прекрасно. Она, в принципе, и тогда выглядела прекрасно, человеку всё органично. Она и тогда была органично, сейчас органично. Никуда её харизма не пропала, она всё такая же. Ну, стало чуть-чуть меньше весить. И тогда пошли другие роли, тогда другие образы. Ну, не так, к сожалению, к счастью. Ну, какое-то, ну, ну да. Ну, теперь, может быть, мы не пишем на какое-то, на такое... Ну, всё, мне кажется, всё останется в каких-то своих каких-то рамках. Катя прекрасна. Но, получается, одни теперь худосочные красотки, что ли, теперь в Умане? Ни одной... И я, и мерзкий типо. Вы их отменяете. Ну, да. Скорее всего, худосочные. Наверное, можно назвать. Похудели все жутко, потому что эти чёрнки были очень тяжёлыми. Полторы недели мы заехали. Почти неделю мы жили в павильоне. Девчонки все, конечно, мега-монстры в этом отношении. Отработали с ночи до утра. Нет, я-то ещё, ладно, они-то на каблуках. Да, тяжёлых. 11-сантиметровых. Ну, молодцы. Вы-то редко на каблуках. Я-то редко, конечно, и то в разношенных катюшкинах. Ну, а как снимается Comedy Woman? Сколько передач тоже за раз? Как это снимается? Мы, такие стаханосы, многостаночники, многостаночницы, мы снимаем сразу 8 программ. Да, это, скорее всего, не выгодно по здоровью, но это выгодно, наверное, каналу ТНТ. А в зале сидят зрители все эти 8 программ? Каждый раз новые зрители сидят, да. Мы не заставляем сидеть, мучиться людей. Каждый раз новые зрители. Это во главе, в принципе, во главе передачи «Вечерний орган», в главе «Комедия у нас» стоят зрители. Мы не гоним массовку, которая вот за 30, там, за сколько-то рублей хлопывает, не понимая, что сидят. Есть такие люди, приходят передачи, там, модный приговор, пусть говорят. В общем, люди, которые просто... А то есть нет такого человека специального, который стоит за кадром? Показывает или что-то есть. Конечно, нет. Это и есть в других передачах. Он существует, я знаю ее. Он существует, а то машина. Лена, привет. Это ее функция, она... Ну, давайте, кричи. А как попасть, посидеть на шоу? А, это все бесплатно, это записывается по интернету, все в наш век скоростных технологий, это все по телефону, либо по имейлу. То есть, если сильно хочешь, можешь попасть бесплатно? Бесплатно, может быть, на любую съемку. Так что, именно работаете в Москве, пользуйтесь с личным знакомством. Конечно, я вас уже. Да, на камни можно, может быть, попасть потруднее, потому что снимается раз, получается, в два месяца, а вот вечерний орган, да, каждый день. Что можно сказать, вас сам Гудков пригласил. Да, так мы и скажем. И давайте вас танкино. Будем кричать, да. Вас осыпет лепестка Мирос. Кричать, отбиваться. От поклонников. Ох, боже мой. Помимо органта вечерней комедии «Вуман», заняты ли вы, остается ли жизнь еще на какие-либо вдруг начинания проекты творческие или больше ничего не влазит? Да что-то хватает. Да все, если хочется. Что вы еще замышляете? Не знаю. Парикмахерскую. Вот, хотелось бы спросить. Предпринимательство. На Википедии написано. На столе узнали, что Александр, да, открыл в Москве, уже две получается. Три. Три уже, боже мой. Три. Мужская, мужская парикмахерская, бойкат. Бойкат, да. Обрезанные мальчики. Детская, что ли, да? Мальчиков стрижать, что за бойкат? Мы очень смеемся по этому поводу с ребятами, я один крыл, и у нас два сучредителя со мной, Назим и Андре, опять привет. Знаешь, по-чудесу 25 лет. Я только узнал позавчера. Отмечали в Останкино, просто вообще, торт в форме барабана. Там привезли Пол Останкино в этот музей. А вы бывали там в этом музее? Нет. Он существует? Он существует. Скажите, что там? Это гигантский ангар всего, просто невероятного хлама. Я не знаю, там, начиная от каких-нибудь флексиглазовых орлов, кончают там с карпиончиками и костюмами тундрового пасечника. А вот эти банки с оленями, варениками, рыбами. Это съедается, наверное. Какое? Банки с оленями, там целая армия. Они могут поработить Москву. А как же? Да, огурцы с помидорами и еще перцы фаршированные нам помогут. А холодный коллектив же всегда. Ну, нет, то, что там привозят, конечно, сразу все съедается. А тут не клещат парикмахерской. Да, сейчас в общем... Парикмахерская, да-да-да. А к чему? Я, значит, потерял нить. Да ничего вам, циррульня, да. Да, в общем... Мы с ребятами смеемся, вы начали. Да, мы с ребятами смеемся по поводу того, что я говорю, на зиму и Андрей моим соучредителям, которые, в принципе, и предложили, когда мы с ним подружились, с сложным почвом КВНом, в Лондоне был кубок, какой-то международный кубок КВН, и нас туда пригласили Федора Двинятина выступать, и там была команда КВН из Лондона. И вот один из этих человек... Мы еще дружились, и один человек, Андрей, стал моим другом, впоследствии очень близким, и вот мы с ним... И потом еще к нам присоседился мой любимый азербайджанец Назим. И, в общем, затеяли, затеяли, затеяли. И вот получилось, что три нам открыли в Москве, и уже семь по России. То есть, нет, одна есть в Баку, то есть пять по России, еще одна в Баку, и одна в Афстане. В общем, десять уже. Сугубо мужская, да? Сугубо мужская парикмахерская, называется бойкат. Мы вот смеемся с нашим Назимом Андреем, что мы называем это обрезанный мальчик, потому что главная наша парикмахерская в Москве находится одна около храма Стаспасителя, у Христа за пазухой, а вторая находится у главной синагоги старейший. И вот мы как бы... Вот обрезанный мальчик оттуда и пошло. Ну, там известно, что это ваши... И там еще какие-то ваши портреты, например? Да, вы не знаете? У нас-то нет, конечно, нет. А почему? Подведут модели этих причесок? Нет, да, у нас там есть... На самом деле мой друг Андрюш Савельев, наш креативный продюсер, учебный орган, там нарисовал нам такие вот, как бы вам объяснить, модели стрижек известных людей. Там есть Лукашенко, там есть Брюс Виллис, когда ничего не нарисовано, просто лысый человек. Там есть Николай Второй, там есть... И, в общем, вот эти вот все картинки, под которых мы можем стричь, но это вроде хохмы только висят. Вот такие есть картинки? А ваше нету. Конечно нет. Ну а что у меня? Какая-то пуделяшка какая-то. Красиво все у вас всегда. Но вы сами стрижетесь, как бы, патриотично в своих... Да, для меня, на самом деле... Сашка, мне кажется, скуча. Я тебя слушаю. Да, я по поводу того, что у меня есть некая такая, знаете, пунктик по этому поводу. Мы, когда мы проверяем нового мастера, когда приходит новый мастер, все время я говорю, я иду первым с ним стричься, мы проверяем на мне, потому что они боятся, и вот на мне они точно плохо не постригут. И я во всем стрягу, так, мне, говорю, что-нибудь такое экстремальное давай. И я единственный человек, который стрижется там очень странно, всех стригут хорошо, там как бы такое все ровненько, там затылочек, там с нуля переходят, я сейчас начинаю с нуля, там единичку переходят. А я стрягу сейчас, типа, давай мне ровную челку мне давай, я говорю, как у вакулы. Вот так, говорю, меня постриги, и тогда, если человек получается, я говорю, вот, берем. Да, я был вакулы, ходил, наверное, месяца два. Мне говорят, ты точно так хочешь ты челка? Да, давай, давай, давай. Но вы уже, как уже профессионал, вот рассуждаете, сразу видно, что опытный человек в парикмахматическом деле, терминами уже бросаетесь, да, да, конечно. Вы сами уже способны лист постричь, может, человека? Нет, нет, это... Подскакиваете там ножничками, сейчас вот я, главные штрижки, может быть. Вот так ухо, если отрезать. Нет, я не лезу, это мастера, ребята все талантливые, вообще, я не думал, что настолько все это, когда все это задумывалось, что это выльется в такой, какую-то гигантскую тоже семью, и на самом деле бойкат, это не просто цирюльня какая-то, это не просто барбершоп, модное слово, где бреют и стригут, а это место, куда можно прийти, поболтать и выпить. Да, можно выпить у нас. Можно выпить у вас? У нас можно выпить. Ага, во время штрижки. Во время штрижки вам тоже могут налить и поболтать, и вообще просто обсудить что-то, то, что хочется. У нас там рядышком такой двор есть, и находится в Армальдской комнате, если вы не были в Красный Октябрь, это такое место, такое немножко тусовочное, хипстерское место, там, где и фалафель можно поесть, и шурму какую-нибудь, из креветки. Такое, знаете, странное. В общем, ну, интересно. Что бородой, скажите, носят ли еще в Москве? Вы, опять же, как специалист. Да, к сожалению, да. Я человек, который... Борода ломат имейте. Все, я так же завидую, что всем людям, у которых растет борода, у меня уже, к сожалению, лапки мух, такие, знаете, когда вот в гастрономии висят эти, липкие такие, знаете, от мух такие штоки, когда мухи срывают, там одни лапки остаются, вот такие же у меня растут, к сожалению, очень реденькие. Зато мы столько усов на вас видели разнообразные. Это да, мне идут усы щеткой особенно, такие пошляцкие, мои любимые, лукашенкиские. Да, это очень крутые усы. Буквально, пара минут осталась до конца передачи, с восторгом, опять же, прочитали в интернете, что все еще вы с Федором Двинятином гастролируете, как будто бы иногда. Нет, врут. Нет, созваниваемся, но верно врут. Врут в СМИ, как обычно. Ну, редко, к большому сожалению, не могу понять, почему так. Ну, у всех, конечно, своя личная жизнь. Ближе всего, конечно, у нас всегда были отношения с Наташкой Медведевой, потому что вы работаете в Comedy Woman, сейчас на точку отдельно. Мы работаем там с Андреем Статюком, Палычем, нашим большим мочем. Ближе всего мы сейчас с Андрюшей общаемся, с его детьми. Я крестная к детям. Ведь если вы с самим Федором Двинятиным общались... Я один раз видел его в гастрономии, в Симон Континент, я стою в очереди и звоню ребятам, я говорю, ребят, я стою в очереди через два человека и запрещу, подойти к нему или нет. Они говорят, подходи, подходи, скажи ему. А я постеснялся... А, короче, известно о его отношении. Да, мы же на самом деле выходили на него, он как бы знает существование, знал существование нашей команды, но немножко негативно отраза... Да? Да, мне это не очень интересно. Мы хотели его просто вывести на сцену как бы ради какой-то шутки. Он говорит, я человек не публичный, я занимаюсь образованием, он в ЛГУ преподает на кафедре русского языка и филологии, по-моему, зам декана или из декан. Боюсь ошибиться. В общем, и сказал, что, ребята, вы работаете, я ничего против не имею, но меня не трогаете. Ну ладно, что ничего против не имеется. По нынешним временам, да. Итак, время нашей, наверное, совсем подошло к концу. Истекает, да, еще раз можем напомнить о том, что настоящего Гудкова можно сегодня встретить в 7 вечера, в 7 вечера, в доме конгрессов, насладиться великолепным шоу, и мэр там будет, и Сулимов там будет, и московский, и еврейская команда, и еврейская команда, и украинская, и белорусская. Будет жюри еще у нас Антон Беляев, всем известный, всем известный певец, да, сейчас уже и не из голоса, он и очень популярный. ребята из ТРМС, я тоже, в общем, приходите, не пожалеете, это праздник юмора, смеха. Несколько бы лет еще осталось. Ну, да. Пока разговаривали, может, уже и нет, но попробуйте. Да, а вы, Александр, приезжайте к нам, пожалуйста, почаще. Да, я часто. Приходите к нам сюда, в студию. А, Нет. Хочешь отдыхать? Отдыхать? О, да, посмотрим с казенем, хорошо. Мы пойдем делать селфи. Большое спасибо всем, кто услышал, что ты услышал. Приходите на КВН.